А сколько украинских школ в России есть? Я даже не в курсе. Я думаю, что, возможно, нет их. Да, а почему нет? А почему нет? Много украинцев живет в России, правда? Ну, их никто не создавал. Может быть, и могли бы сделать. А почему не создавал? Может, потому что запрещено? Да я не думаю. У нас единственное, что было вот по запрошлому году, то, что Ставропольский край, дагестанцы собирались своих детей, девчонок, отпускать в пранже, в школу. Вот это вот у них не самое, запрещено было. Потому что все, чтобы одинаково выглядели, это было, да. А так я не думаю, что запретили бы украинскую школу. Но вы уверены, что в Украине, вот вы пришли, что в Украине запрещают русский язык, да? А у себя вы не уверены? Нет, я не то, что не уверен. Я думаю, что этого не может быть, чтобы у нас запретили такое, именно чтобы школа была украинской. Ну, а почему нету тогда? Ну, я вас спрашиваю, сколько в Самарской области, вот сколько школ в Самарской области с украинской. Именно украинской, да я не знаю даже. Ну, вы хорошо знаете то, что в Украине, а у себя не знаете. Ну, я и в Украине то, что по СМИ, то, что перенесли. Не, ну то, что вы пришли и слушали СМИ, значит, вы в это верили. Ну, в общем, да. Ну, то есть вы не знаете, что у себя в стране происходит, зато вас интересует Украина очень. Нет, почему нету самой. В стране, я же сказал, почему нет украинских школ. Ну, их просто, возможно, их просто никто не создавал. В смысле? Много украинцев? Нет, украинцев-то много. А почему не создавал, как вы думаете? Ну, я думаю, честно, просто у вас разногласия у нас между государствами, я считаю. В смысле разногласиями? Не по запрету. Стоп, стоп, стоп. Нет, какие разногласия между государствами? Ну, а почему? Вот война и все. Стоп, а мы говорим о украинской школах. Ну. Почему нет? Я не знаю точно, если. Но я не считаю, что именно какой-то запрет на это. Не считаете, да? Не думаю. Не думаете, да? Ну, в Украине есть запрет на русские школы, да? Ну, у нас показали конкретно, что запрет на русский язык, вот это вот все дело. Я на каком языке с вами разговариваю? На русском. Ну, свободно я могу с вами общаться, да? Ну, и многие со мной общались после того, как я попал в плен. Я, в принципе, и к охране, и все, вот это самое, довольно-таки лояльно относятся. Ну, и что, запрещен русский язык в Украине? Борятся с русскоязычными? Я с этим не столкнулся воочию, когда я с этим не столкнулся. Ну, так что, скажем, Скобееву и Соловьеву? Можно сказать, что они очень заблуждаются. Заблуждаются? Очень заблуждаются. Пусть они посмотрят реальности в лицо. То есть никто не притесняет русскоязычных здесь, да? Ну, в общем, пока я был, когда после этого, ну, ничего... Но как бы уверенности такой нету, правда? Полной уверенности нет. Но вы все-таки думаете, что, может быть, запрещают, да? Нет, ну, я говорю про то, что покуда нас взяли, ну, у нас вот информация и отношения, то, что Бандеровщина и всего остального, как бы, ну, в общем, нет. Естественно, отношение к нам, так как мы военнопленные пришли с оружием, ну, это в любой стране может быть то, что мы пришли с оружием, мы пришли практически, ну, убивать народ. Это, да, это злость, и все остальное присутствует. Но не более того. Мы говорим о идеологическом вещах, хорошо. Это идеология, в общем же. Вы были где-то за границей? Никак нет. Вообще нет, да? Вообще не было. Германия на каком языке говорят? Ну, на немецком. Хорошо, русских много там? Ну, я по СМИ русские там есть, да. Много, да? И которые переезжали у нас в деревне тоже. Есть, да? Есть. Может, там еще, ну, их там не притесняют с русским языком? Германия? В Германии не знаю даже. Не знаете, да? Насчет Латвии и Эстонии там. Насчет Латвии, да, по СМИ там показывают, что там уже, да, русский второй сорт и все остальное. Хорошо, ну, давайте поговорим о Германии все-таки, да? В Германии какой государственный язык? Немецкий. Ну, то есть ты, когда приезжаешь в Германию, ты должен учить немецкий, да? Ну, нет, если есть возможность, ты сам разговариваешь на русском. В смысле возможность? Ну, когда ты хочешь пойти на работу? А, если на работу, естественно, придется его изучать национальный. Ну, вот русский приезжает, это же утеснение его, наверное, в Германию? Нет. А почему он не может говорить на русском? Это же притеснение. Нет, если он на работу устраивается, его уже никак понимать не будут. То есть это нормально, что должен учить немецкий, да? Да. Украина – это независимая, суверенная страна? Да. Здесь какой украинский язык государственный? Украинский. Ты должен его знать? Ну, пока я не работаю, или, допустим, я у себя, я как бы не обязан, а если я приехал на работу, естественно, я буду лицом. Граждане Украины должны знать украинский государственный? Конечно. Ну, это же нормально, да? Это нормально. И то, что когда ты идешь на работу, ты должен знать украинский, правильно? Да. Так в чем притеснение русского языка, я понимаю тогда? Ну, я затрудняюсь на это ответить. Объясните мне, ну, то есть. Ну, конкретно. Ну, вы же говорите, что сюда вы зашли за то, чтобы защищать русский язык. Нет, именно что притесняют население русскоязычное. В чем? Как это выглядит? Вы мне сказали, что нужно знать, ну, типа, притеснять русскоязычное. В чем оно выражается? В школах полностью пытаются закрыть вот именно русский язык, чтобы не общались на русском. Но преподают именно на украинском. Сколько в Германии русскоязычных школ? Без понятия. А может, там тоже притесняют? Ну, если только на немецком учиться. В школе на немецком учиться в Германии? Ну, в школе, да, на немецком. Ну, это независимая страна Германии? Ну, естественно. А Украина независимая страна? Независимая. Ну, я имею в виду... Анна, нет, стоп. Государство может принимать те законы, которые она считает нужным? Это независимая страна? Государство, да. Хорошо, значит, с языком мы разобрались. Притеснения нет никакого. Все. Лезть в чужую страну и указывать, какой язык должен быть тоже, как бы, не комильфо, правильно? Собственно, да, не наш. Субтитры создавал DimaTorzok